В казахском городе Караганде на детской одежде, привезенной в качестве товара из Кыргызстана, обнаружили формальдегид. Это быстродействующий клеточный яд, канцероген. Его полимеры оказывают раздражающее действие на кожу, глаза и дыхательные пути. Как сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья Карагандинской области, яд на одежде санитарные врачи обнаружили в крупных торговых точках Караганды, как на стихийных рынках, так и в магазинах на детской одежде. Уровень содержания формальдегида в которой превышает допустимые нормы. Товар был изъят, а продавцы оштрафованы. Не нужно утрировать и сеять панику. Мы не утверждаем, что вся одежда из Кыргызстана пропитана ядом. Хотя формальдегид – токсичное вещество. Нельзя заявлять, что эта одежда сшита на крупных фабриках. Да, на ней были этикетки, сделано в Кыргызстане. Но, возможно, ее сшили в кустарных условиях. Поэтому делать поспешные выводы мы не можем. Формальдегид был обнаружен в пеленках, распашонках и кофточках, маркированных надписью «Сделано в Кыргызстане». Представители Легпрома считают, что ситуация специально подстроена. При этом не исключают, что вещи были изготовлены в подпольных швейных цехах на территории нашей страны. С Казахстаном и Россией Кыргызстан работает в этой сфере уже более 20 лет. За это время не было ни одного нарекания по поводу отечественных товаров. В ассоциации считают, что кто-то подставил предпринимателей, чтобы испортить репутацию Кыргызстана. Тем временем в Министерстве здравоохранения Кыргызстана дали свои комментарии по этому поводу. После информации о выявленном в детских швейных изделиях формальдегиде Минздрав еще раз проведет лабораторную проверку. По словам директора департамента госсанэпидемнадзора Толио Исакова, сначала конкретно следует выяснить экспортеров и вид этих швейных изделий. Ведь на рынке Кыргызстана, как и в других странах, находится не только продукция отечественных производителей, но и много и зарубежных изделий. Причины могут быть разными, отметил Исаков. Кстати, чтобы проверить, к примеру, одну детскую кофту на наличие вредных веществ понадобятся сутки. За этот год в департаменте произвели проверку трех наименований одежды. Результаты оказались положительными, ядовитых веществ обнаружено не было. Стоит отметить, что такой канцероген, как формальдегид, используют в легкой промышленности довольно часто. А вот что касается детских вещей, применять его строго запрещено. В 2018 году у меня в руках детская майка. С нее мы берем один грамм, взвешиваем один грамм, потом добавляем дистиллированную воду и ставим на термостат ровно час. Эта проба вообще замачивается в сутку, потом дистиллированную воду мы определяем формальдегид. Потом отсюда термостат оберем, наливаем на кювету и снимаем на КФК. Все, потом результаты обсчитаем по нормативным документам, в гости все есть это и выдаем протокол. Как говорят эксперты, ткань и сами вещи, содержащие токсичные элементы, могут привозить из Китая. Но есть и подпольные цеха в Бишкеке, которые могут работать не по совести, использовать ядовитые препараты. Наша съемочная группа отправилась в первый попавшийся швейный цех в центре столицы. Там о таком веществе, как формальдегид, не слышали. Мы закупаем ткани для пошива на Мадине, но в основном берем на Дордое. Берем качественную корейскую ткань, итальянскую, потому что китайская не всегда качественная, бывает и опасная для здоровья. По последним данным Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области, несоответствие было выявлено в 40 пробах детской одежды. В 17 обнаружено превышение уровня формальдегида. Сразу после выявления нарушений предпринимателям рекомендовали снять с продажи все товары, не соответствующие нормам. После того, как наши специалисты проверят крупные рынки и цеха, экспортирующие товары в Казахстан, станет ясно, действительно ли наши предприниматели отправляли одежду с ядовитым веществом за рубеж.